Привет, мои хорошие, с вами Селена Сэй, сегодня будет влог, и я такая вся красивая, потому что я готовлю сделать для вас видеоподборочку, хочу выставить в интернет, в ютуб, в свою новую песню, потому что те, кто у меня в инстаграме, ее уже слышали кусочек, кто вконтакте, тоже уже слышали, а на ютубе ее еще нету. Ну, так как клипы дорогие, я решила сделать видеоподборочку такую интересную, и, в общем-то, готовлюсь сейчас, сегодня у меня один целый, я оставила малыша маме, и у меня сегодня целый день, я снимаю видео, убираю, привела все в порядок, и снимаю видео. А что это у меня? Дальняк горит. Вот, и еще мне пришла посылочка для малыша, девчонки, я так люблю получать на обзорчик какие-то такие для малыша, вот когда мне пишут что-то, вот для малыша, если вы это попробуете, я радуюсь больше, чем когда мне косметика приходит. И вот такая вот, может быть, кто-то знает, вот эту фирму, как она читается, Пигион, наверное, или Пиджон, как правильно. В общем, не знаю, как правильно читается, но вот такой вот шампунь пришел мне для деток, он, это считается, косметика от нуля до года, нам подходит, как раз у нас 9 месяцев. Я обожаю с дозаторами все, то есть замечательно, шампунчик, сейчас мне стало более-менее удобно его уже купать, поэтому я и шампуньку отдельно ему, на тельце отдельно наношу что-то, потом боди-вош, ну, я думаю, это для всего прям, да, то есть для деток, как для всего, тоже с дозатором, очень удобно. И еще пришел вот такой лосьончик, тоже с дозатором, вообще, это супер-мега-класс, такой легкий лосьон, ну, в общем, я буду это вечером все пробовать, я его искупаю сегодня уже, шампунькой, все испробую и лосьончиком намажу, поэтому оставайтесь со мной, вечерком будем это все пробовать. Я, честно говоря, хотела на себе сегодня, когда искупалась, но я забыла в машине все это, поэтому ждем вечера. Ребята, я какая-то сумасшедшая вообще, я просто вспоминаю в детстве, что здесь были где-то красивые виды, и, в общем, спросила у девчонок везде, я сейчас смотрю, кушери сплошные, ну, вид красивый, я не спорю, ну, ой, я спустилась, так страшно, я там долго так стояла наверху и думала спускаться или нет, потому что кушери везде, видите, кушери, кушери, Кристинка вообще говорит, тут змеи, страшно, а что делать, я хочу, блин, красиво. Клип. Слышите? Прям кушери. Ладно, буду, короче, снимать, посмотрим, что получится. Пожелайте мне удачи. В общем, мои хорошие, вы видите, в каком я состоянии, я поснимала с разных ракурсов, я не знаю, штук 20, наверное, там 25 кадров, ну, это просто одно место нашла, на самом деле, почему-то в моем детстве оно все было радужнее и красивее, и травка пощипанная, сейчас, конечно, там кушери, много всего, я, в общем, нашла одно место, поснимала, я не знаю, что получится, сейчас я сотру красную помаду, наверное, да, что я буду с красной помадой, я сейчас другую какую-нибудь помаду сделаю, и, в общем-то, мы поедем в торговый центр, и я сейчас хочу еще видео одно снять, не знаю, дорого-дешево одежду сниму, хочу видео снять такое, знаете, покупаешь дорогую одежду, ну, не покупаешь, а смотришь, да, там дорогая одежда, потом ищешь аналоги, подешевле, то есть, вот, то же самое, только подешевле, вот, и еще просто хочется одеться, но это, наверное, в другой день, я не знаю, сейчас я какой-то из этих выберу, просто там на полторы тысячи, например, какие луки я могу подобрать на полторы тысячи, вот, я спрашивала в инстаграме, вы сказали, это интересно, я решила снять, потому что мне тоже это интересно, поэтому, не знаю, стереть, не стереть, красную помаду, ходите, с красной помадой, похожу, пока могу не стирать, ладно, все, поехали в ТЦ, я хочу и кофейку холодного, и вообще, короче, я хочу отдохнуть, я устала, там уже толпа зевак даже собралась, уже смотрят на меня, я там, как с тобой быть? Это было смешно, кстати, на заправке тоже, фу, на заправке, на парковке тоже можно снять видео, да, симпатично, в общем, я стерла губы, я стараюсь всегда, чтобы для вас в кадре какая-то новая была, там, губы другие, кофточка другая, вообще, изначально я вот так вышла, то я для клипа переоделась, клипа, как звучит, ну, не клипа, а видеоподборочки, реально, как смогла, вот, сейчас, не знаю, сейчас, какое видео вперед снять, дорого, дешево найти, или просто сделать несколько луков на определенную сумму, сейчас посмотрим, пока меняла деньги, поняла, что я забыла штатив, потому что, как я буду луки снимать без штатива, это вообще будет не камильфо, взошла в свой любимый Ливан Хаус, и, в общем, взяла, вот эту картошку я у них просто обожаю, сейчас попробую, так же она вкусная, так же вкусно они сделали, или нет? Реально очень вкусная картошечка, и я в этот раз решила попробовать телятина, ну, неплохо, неплохо, в общем, покушаю, и потом пойду делами заниматься. В общем, обычно люди, это, наоборот, на примерочку не идут с полным животом, а я наелась, так что, если примерочка будет с пузом, ну, потом вы увидите, видите, вы знаете, что я просто поела, потому что я была голодная. Все, начинаю, потом вернусь. Все, девчонки, я отсняла видео, на самом деле так сложно, я уже в видео об этом говорю, что это очень сложно, я устала, и я бы с удовольствием ходила бы, если просто никуда бы не нужно было, но я прошла там несколько магазинов, и в итоге, блин, устала, мерят все это, даже себе приобрела все равно, в Glory Jeans взяла, там распродажа такая, ну, просто, когда под 200 рублей платье, это, конечно, что-то, вот, и, да, совсем такая замотанная, вся такая в делах, в заботах, сегодня подошли ко мне одни из моих зрителей, как я поняла, они, правда, не сказали, не назвали меня по имени, просто попросили сфотографироваться, но лица была несчастливая, я думаю, что они меня смотрят, вот я им передаю привет, простите, извините, я тоже снимала влог параллельно, на самом деле, и совсем, вот, хотела вас снять, показать, может быть, вы показались, в общем, мама с дочкой, и бабушка с ними, наверное, была всей семьей, в общем, мы сфотографировались, я вам еще привет передаю, вот такая, бывает, замотанная, что просто, вот. Фух, ну и денечку у нас сегодня получился, други мои, вообще, устала просто, мама сейчас с ума сойдет, 20 минут, 15 минут десятого, ну, мои спешат, еще 9 часов, я так никогда еще поздно не приходила, ну, блин, невозможно, надо было закончить, или смысл было браться, все, мчу домой, короче, я устала, пить хочу, есть не хочу, отдыхать хочу, сына, наверное, спит, сейчас буду его носить на руках. Мы пришли домой, конечно же, малыш мой спит, и косметику, которая пришла мне сегодня утром, мы будем тестировать завтра, влог не заканчивается, он продолжается, и мы с вами увидимся завтра, я сейчас буду разбирать вещи, лягу рядом с малышем, лягу рядом с малышем, может быть, что-нибудь помонтирую, ну, а завтра увидимся, завтра бассейн, наверное, буду делать, завтра буду дома. Хотела сказать всем доброе утро, но нифига не доброе утро, потому что уже вечер, и мы уже готовимся ко сну, 9 вечера. Сегодня целый день отдыхала, на самом деле, мы целый день сегодня спали, валялись, никуда не ходили в итоге, на улице была такая жара, не кайф, но я же вернулась вам сказать, что все-таки отзыв о косметике об этой, мы все-таки попробовали, вчера еще я открыла ее, попробовала ее запах, почувствовала, девчонки, запах просто нереальный, офигенский, я не знаю, там... Я не знаю, что там присутствует, как бы нет каких-то, знаете, там фруктов или еще что-то, а такая отдушка, ну, как будто есть что-то вот кисло-сладенькое, и оно не сильное такое, знаете, вот прям, что прям сильно, а вот такое мягкое. В общем, я пока сегодня купала сына, я ему и голову помыла шампунью, и тело помыла ему отдельно гелью, а потом, когда все высушило уже, я его этим лосьоном протерла, лосьон вообще очень-очень воздушный, в общем, вот такая вот марка, и кому интересно, можете попробовать, она в аптеках вообще продается, по-моему, а вообще можно по ссылочке пройтись к ним туда, я оставлю под видео. В общем, сейчас сына пахнет, весь такая легкая душечка уже осталась, то есть от этого запаха, и прям вот, прям реально очень круто, так что я рекомендую, это крутая вещь. Все, мы готовимся ко сну, да? Мы готовимся ко сну, я для вас монтирую видео, параллельно смотрю сериал, что-то начинаю смотреть сериал, этот, типа «Моя жена», но он какой-то немного вроде бы староват, ну, не новый, а каких-то годов немножечко, чуть-чуть ранее. Как-то он не особо идет, в общем, первую серию я все пытаюсь посмотреть уже несколько раз. Давайте завтра тогда я вернусь, и завтра мы уже планируем делать бассейн. Сегодня отдыхали, а завтра уже будем точно делать его, так что оставайтесь. Привет, мои хорошие, с вами Селена. Ой, просто привет, это же все тот же влог продолжается. Я тут уже занимаюсь накачкой бассейна. Вот так все выглядит у нас. Все еще в таком подвешенном, разобранном состоянии. Сейчас я накачаю бассейн, наберу туда немножко воды, и потом все расскажу, как, из чего я делала, где покупала, плюсы-минусы всего этого. Оставайтесь со мной. Доброе утро! Ну что, быстро покажу, как это все у нас выглядит. Вот бассейн. Я много раз наливала сюда воды, в итоге я налила специально немного, чтобы если малой там упал, то как бы нормально было, чтобы он не пошел под воду. Вот, набросала эти шарики, которые покупала на Алиэкспресс. Ссылку оставлю внизу, наша книжка с фикс-прайса. Воды где-то здесь, ну я не знаю, чуть выше щиколотки. Вот здесь по щиколотку, а здесь чуть выше щиколотки, потому что у меня склон идет. Значит, что я постелила под низ? Атася, молодец! Что постелила под низ? Вот это я покупала в Ашане по 180, по-моему, рублей, или по 150. Просто вот такие вот полоски черные. Но потом я зашла в Леруа и нашла чуть подешевле. Это вот такие вот штуки, смотрите. Они продаются, их знаете, сколько там продается штук? Здесь штук 15, наверное, я не помню уже. Ну, в общем, вот такими пластами. Единственное, что они очень хрупкие, вот здесь не сделано еще. Они вот, ну, прям прокалываются, знаете? Поэтому я вручную... Дэнь, далеко ты пошел? Иди в ту сторону. Я вручную вот этого все скотчем. Скотчем нужно очень много, то есть я скотчем с двух сторон все это сделала. И еще между собой их гармошкой слепила. И вот так вот вниз. То есть получилось 4, 4. У меня еще хватит на 4 и на 3. Вот считайте. 15 штук там получается. Вот. Также у меня здесь мой матрасик. Пока еще солнышко, а там есть я загораю. Мое любимое кресло. Просто наиудобнейшее. Ну и пока столик я не покупала, все на стульчике стоит. Какие нюансы? Все. Какие нюансы? Вот эти вещи все-таки хрупковатые. Я думаю, что они долго не прослужат. Но под бассейн нормально. Денька уже плавать побежал. Такой переходик в комнату, чтобы Денька туда-сюда пол... Что? Вот. Кепку никак не хочет одевать. А ну. День. Не хочет. Ну, в принципе, все. Сейчас большой бардак такой. Ну, вот так это выглядит примерно. Я все это постелила. Еще не доделала вот эти голубые штуки. То есть вот здесь две еще нужно прибомбить. Бассейн тут стоит у меня. Там лежак. Ну, сейчас прохода нету. Но потому что солнышко у нас особо здесь никто не ходит. Она здесь мало. И, в общем, пока солнышко я загораю, потом я уберу матрас. И вот там дорожка для того, чтобы проходили мои соседи. Но их немного. Вот. Так что вот такая вот красота у нас. Там что-то сушится. Все. Ну, вот так вот я лежу, загораю. Моя рука с татуировкой в тени. И перевернутая. То есть она не загорает. Все остальное загорает. Я хочу, на самом деле, чтобы ножки больше подзагорели. Вот. В общем, ладно. Мы отдыхаем, пьем кофе. Встретимся попозже. Так, ну что. Я продолжила наше преображение двора. Сына. Эта музыка, я не знаю, она запатентована или нет. Давай отлично. Давай отключим на время, пока я покажу, девчонка. Значит, смотрите. У меня, конечно, не совсем ровно получилось. Я взяла в Ашане всего лишь две упаковочки. И каждую можно было разделить на два. И сделала вот так. Для того, чтобы вот у меня солнца нет во дворе уже. Ну, видите, отблески, они все попадают. И на бассейн попадают. И здесь можно присесть. В общем, хорошо так. Я пока вешала, мне кажется, я уже... Мне кажется, что пока я вешала, я уже подзагорела лицо. Потому что отсвечивает все. Оно так еще не ровно, в разные стороны отсвечивает. Поэтому... Фу, хорошо. Теперь жду своих друзей, гостей, девчонок с детьми. Ну и не с детьми. Поправить надо, мам. Ну что, вот так потихоньку у нас проходит день. Мы тут поем в микрофон ножной. Эти такие ножки, их просто невозможно не кушать. Ну дай скушаю. В общем, мы потихоньку проводим день. С улицы я просто не вылазаю. Я здесь все это время провожу. С 12 часов, наверное, с пол первого. Прям вот как начала все обустраивать, так здесь и сижу. Вообще, домой не кайф заходить. Хотя уже солнце садится. Уже его практически у нас нет. Чуть-чуть. В инстаграме выставила пост. Там задают у меня девочки вопросы, связанные с отношением. Я выбираю какие-то для видео. Сниму ютуб, вопрос-ответ. Именно на тему отношений. Остальные я либо буду делать посты, либо видео. Буду отвечать отдельно на поставленные вопросы. И в первые же уже 10 минут пришло много вопросов. Я поняла, что эта тема очень актуальна, очень важна. Я с удовольствием попробую передать весь свой опыт и все свои знания, чтобы помочь вам, чтобы было у всех все хорошо. Чтобы были счастливые отношения. Главное, чтобы были счастливы вы и ваше окружение. Буду заканчивать, наверное, влог. Возможно, завтра мы поедем в бассейн с Крестюшей. Мы сегодня хотели, но сегодня не получилось. Немножко есть причины на этом. Надеюсь, завтра все будет хорошо. И мы тогда завтра отправимся в бассейн. Я с вами прощаюсь. Люблю вас. Целую. Деня. А ты целуй меня. Я их целую, а ты меня целуй. Люблю вас. Целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Белые ночи, бело все днем. Без тебя не очень, но мы живем. Каждый день новый, каждый день ты. Но далеко нам, как до звезды. Не перестанешь, ты говори.